Я всех приветствую, с вами интернет-магазин antelife.com.ua Я рад представить вам очень интересный смартфон, модель называется Meizu M1 Mini Meizu M1 Note я уже опозревал, и это является модель более бюджетная, на более слабых технических характеристиках Слабенький процессор по отношению к тому MTK6732 4-ядерный Но модель мне очень понравилась, есть свои минусы, свои плюсы, и поэтому это очень интересный продукт Поставляется смартфон вот в такой вот коробке, с завода модель поставляется на Yunos Это такая оболочка от производителя, я эту прошивку прошивал на другую версию Технические характеристики смартфона, это LTD-LTE версия В комплекте пленка, зарядка, USB кабель и скрепка И вот такой вот стандартный переходничок, здесь особо ничего интересного нет Смартфон получил меньший размер экрана Здесь 5-дюймовый дисплей Дизайн, корпус, все то же самое, как у большого Meizu M1 Note Здесь у нас HD-разрешение экрана 1280 на 720, ну там немножко другое разрешение 5-мегапиксельная камера, разговорный динамик, кнопка Кружочек Стандартная домой, которая выполняет все функции Здесь у нас качелька громкости, то есть это две кнопки отдельных, вверх-вниз Сверху у нас микрофон, разъем под наушники, кнопка включения-выключения С этой грани у нас разъем, куда можно вставить одну симку и карту памяти Данное устройство у нас на одну сим-карту, это основной минус этой модели Здесь у нас динамик, разъем microUSB и микрофон Сзади у нас 13-мегапиксельная классная камера, вспышка, логотипы, вся информация от производителя по Meizu Это такой же неразборной монолитный смартфон, как и Meizu M1 Note, так и Mini Они очень классно собраны, здесь никаких люфтов Стекло сидит как в литое Здесь у нас идет Gorilla Glass 3 В принципе по корпусу нареканий нет, он стал меньше, компактнее, удобнее Очень классно лежит в руке, рамки по бокам минимальные Я очень доволен его внешним видом Как я говорил, прошивка здесь идет стандартная Yunos Эту прошивку мы сносим, потому что есть много китайского Теперь у нас прошивка обычная Flyme Под эту модель 4212C В принципе работает без нареканий, никаких багов я у себя не замечал В этом смартфоне Давайте посмотрим технические характеристики Что нам производитель предлагает Стоимость этой модели в Китае составляет приблизительно 145-144 доллара Тестировал я уже эту модель, давайте зайдем в историю Набрал этот смартфон 30 тысяч В принципе для 4-ядерного процессора это вполне достаточно Значит, Meizu M1 Mini, 4.4 Android, 6732 у нас процессор Mali-T760, разрешение 1280 на 768 13-мегапиксельная основная камера Здесь у нас 1 гиг оперативки 8 встроенных, из которых доступно приблизительно 5 И стоит у меня карточка памяти на 16 Сразу же говорю, что в прошивке не реализована нормальная работа карты памяти То есть приложения, игры, какие-то программы из Play Market Просто будут устанавливаться на свою собственную память А ее здесь всего лишь 8 гиг, из которых доступно около 5 Ну это тоже основной минус этой модели Это очень плохо, я считаю Потому что загрузить даже 2 игрушки таких посерьезнее И у вас останется 1-2 гига Ну это маловато Сам процессор очень шустренький Это 64-битный процессор, 6732 MTK 4-х ядерный Тактовая частота его составляет на максимальных высотах Это 1500 МГц Классная фронтальная камера у этой модели Ну и в принципе идем дальше Мультитач у нас здесь 10-точечный Давайте я вам это продемонстрирую 10 точек касаний Экран не такой большой Поэтому разместиться на 10 пальцев иногда даже бывает Довольно-таки тяжело Вот у меня получилось 10 касаний Значит поддерживает эта модель OTG-разъем Здесь можно подключить флешку, мышку, клаву Есть в смартфоне классная вспышка GPS, Wi-Fi, Bluetooth, компас, акселерометр Датчик приближения, датчик освещения Есть полноценный гироскоп То есть напичка на эту модель под завязку NFC здесь нет Да и в принципе не думаю, что он особо кому-то здесь нужен Google сервисы устанавливаются вручную Это все просто делается через App Center Там ставится Google Installer И он устанавливает нам вот эти все настройки Прошивка в принципе полностью на русском языке Можно удобно разблокировать смартфон Вот таким вот свайпом вверх Можно двойным тапом разблокировать То есть все реализовано очень удобно Не обязательно нам вот это вот тянуться до этой верхней кнопки То есть можно держать смартфон одной рукой И просто вот так вот быстренько его разблокировать Различные настройки есть у смартфона Как по экрану Яркость экрана кстати очень классная Это вот минимальный уровень Это вот максимальный Ну то есть на камеру не особо это хорошо смотрится Поэтому я сделаю где-то 70% Вот так вот Экран здесь IPS Здесь 5 дюймовый 1280 на 768 разрешение OGS технология само собой Углы обзора отличные Здесь ничего нигде не преломляется Не уходит в негатив Матрицы качественные Ставят Meizu По битым пикселям я этого тоже не заметил Касательно звука Был приятно удивлен Внешний динамик вот этот вот Он выдает очень классный звук Громкий И в некоторых Каких-то музыке Каких-то видео Звучания в ютубе Такое ощущение Что как похрипывает Но вот стандартные Просто шикарно играет Чисто, громко Звук в наушниках Тоже классный Есть басы Есть четкость звучания Но немножко не хватает громкости Если бы немного громче работал Он в наушниках То было бы значительно лучше И разговорный динамик Микрофон и динамик Тоже все шикарно Звучание очень качественное Может быть оно не сверх Прям супер-упер громкое Но качество звука Качество разговорного динамика Просто выше всяких похвал Слышно Просто великолепно По производительности Смартфон имеет Четырехъядерный процессор MTK6732 Один гикооперативки И этого ему с головой хватает Для любых задач Давайте посмотрим Несколько игрушек Как по мне То производительности Для игр хватает Все отлично запускается Практически на максимальных Настройках можно играть Ну если может быть В некоторых моментах Некомфортно Не хватает Частоты кадров в секунду Можно характеристики Немножко понизить Но в целом Все очень достойно реализовано Во время игры Испытывал некоторый дискомфорт От вот такого расположения Динамика Он располагается здесь И когда держишь смартфон Вот так вот Очень часто мы этот динамик Как-то прикрываем Не знаю Как бы Когда он будет лежать Вот так вот Если бы динамик был бы здесь На тыльной стороне То это наверное Был бы минус Но когда он лежит здесь И он свободно Тут распространяется И звучание отличное Но в играх это немножко неудобно Ну вот Вот как-то так Какое-то такое мнение По этому поводу Далее перейдем к тестам К тестам аккумулятора В первую очередь Здесь у нас установлен Аккумулятор на 2500 мАч Он несъемный Корпус неразборной у нас А поэтому Нам нужно поверить на слово Производителю Я делал тесты Все как всегда Давайте посмотрим Что же у меня вышло Получилось Значит В программке Antutu Tester У меня получилось 5594 балла Это в принципе Такой же показатель Как уже US3 У которого 5,5 дюймов Но у которого 3000 То есть плюс-минус Автономность работы Здесь получилась Одинаковой В режиме игры Со 100% До 7 У меня получилось Использование Смартфона 3 часа 3 часа 4 минуты И в режиме воспроизведения Видео из ютуба С максимальной яркостью С вайфаем Естественно Со 100% Вот до 1 У меня Разряд Происходил На протяжении 4 часов 5 минут То есть По аккумулятору Результаты Вполне себе Достойные GPS я также тестировал Первый старт У меня был Довольно-таки Долгий Пока он Прогрузил карту Почему-то Карта ЕПО Не загружается Здесь Через интернет То есть Он ее вручную Сам находил Искал эти спутники Как мы видим Треугольником Показаны спутники Системы GLONASS То есть Смартфон поддерживает GPS AGPS И GLONASS Спутники Это тоже В принципе Хорошо Камеру Я тестировал Очень тщательно Сделал кучу Различных Фото Видео Есть Возможность Записи Видео В замедленной Съемке В режиме Сканер Смена фокуса Панорама Портрет В ручной режим Ну и авто По настройкам Здесь у нас Идет 13 мегапикселей И Full HD Разрешение Камеры Во время Записи Видео Качество Фотографии Мне в принципе Понравилось Прикольная Фишка Замедленной Съемки Хоть качество Во время Замедленной Съемки И теряется Но Смысл Остается Тем же Качество Фото Вообще Без всяких Нареканий Мне очень Понравилось Как снимает Камера Данного Устройства И Макросъемка Нормальная У нас Получается И Качество Вдаль Тоже Получается Ничего И видео Записывает Отлично Ну в общем Я Сделал фотографии Сделал Фотки Сделал видео Все это Вам продемонстрирую И покажу Можно будет В описании Под данным Видео Это все Посмотреть Фронтальная Камера Суперская 5 мегапикселей Реально Отрабатывают Свою Матрицу Мейзу М1 Мини Что могу Сказать Про этот Смартфон Как всегда У Мейзу Сборка Великолепная Это Неразборной Корпус Несъемный Аккумулятор Здесь Нечему Люфтить Здесь Нечему Трещать Ну собрано Как вот Цельный Такой Кусок Минусы Этого Смартфона По Моему Мнению Это То Что Эта Модель У нас Идет На Одну Сим Минусом Я считаю Что В этом Смартфоне Не записывает С плеймаркета Приложения И игры На память Карты памяти Так как Здесь Своей памяти Очень даже Немного Здесь Всего Лишь 8 гигабайт Из которых 2.4 Занимает Операционная Система Android Нам Остается Чуть Менее 5 гигов Ну А для Игр Для приложений Я считаю Что Этого Откровенно Мало Карта Памяти Используется В том Случии Если Мы Устанавливаем Допустим Какие-то Фильмы Музыку Просто Скидываем С компьютера Либо Если Мы Делаем Фотки И Видеозапись С камер Вот Почему-то Такое Распределение Веса Идет По памяти В принципе Это основные Минусы Которые Я считаю Цена У смартфона Отличная Как Если Учитывать Что Производитель Meizu И Учитывать Что Качество Этих Продуктов Не подлежит Никакому Сомнению Прошивка С завода Вот Это ЮН ОС Были Там Баги Вылетал У меня Плеймаркет Выздавал Он ошибку Вроде бы Прошился Вот Этой Другой Прошивкой Более Стандартной Флаймом И Все Стало Четко Работает Смартфон Четко Я считаю Что Это Аналог Отличный Тому же Ю G4s Который Примерно В той же Ценовой Категории Идет Это Модель Новее Эта Модель Имеет Новый Процессор Он Хоть И Четырех Ядерный Но Он Будет Отрабатывать Отлично Ну И Плюс Дизайн Просто Шикарный Дизайн В комплекте Есть Пленка Ну Одна Сим Карта Вот Это Основной Минус Который Меня Просто Отталкивает Ну Я физически Даже С этим Смартфоном Не смогу Ходить Если Я Даже Захочу Его Купить То есть Это Только С двумя Сим Ками Это Только Мейзов Матин Нод И Вот Эта Вот Одна Сим Карта Она Не Работает В сетях 3G В Украине То есть Как Я уже Говорил В начале Обзора Эта Сим Будет Работать В TD LTE TD CDMA WCD Не Поддерживается То есть Максимально Что мы Можем Использовать В плане Интернета Это Мобильный Интернет Через Сим Карту Через Мобильного Оператора На этом Все Подписываемся На канал Ставим Лайки Заходим В нашу Группу Заходим К нам В интернет Магазин Эта Модель Есть В наличии И я Рекомендую Его К покупке Спасибо Всего Доброго Мне Смартфон Очень Понравился Продолжение следует